здравствуйте дорогие друзья это выпуск подкаста астромифы и реальности я его автор анна зубанова я ведический астролог санскритолог и востоковед в этом подкасте я даю точные астрологические прогнозы на неделю для каждого знака зодиака сегодня как раз мы об этом поговорим но кроме того напомню что здесь я еще раз облачаю мифы ведийской культуры и рассказываю обо всех важных астрологических событий которые происходят в течение месяца поэтому не переключайтесь слушайте пожалуйста они занимают немного времени но при этом достаточно информативно для того чтобы ориентироваться и быть максимально эффективным в том ритме в котором мы живем еженедельный прогноз на канале астромифы и реальность и так приступаем к астрологическому прогнозу на наступающую неделю я выкладываю этот прогноз 6 утра для того чтобы вы все могли сориентироваться о том какая будет неделя распределить себя правильно настроить себя на эффективное проживание этой недели первые три дня недели мне очень нравится они такие очень эгоистично немножко направленная но мы здесь как раз можем как-то вот завершать какие-то дела марта можем лоббировать свои интересы особенно вторник и среда это прям вот вы знаете там будет присутствовать резкость напористость и все это есть смысл использовать причем абсолютно всем знаком зодиака да вторник и среда это такие хорошие рабочие дни там шестые седьмые лунные сутки и здесь уже луна достаточно большая для того чтобы заявить о себе и проявиться максимально плюс энергия марса вторника и плюс энергия накшатра ардра в среду что не скажешь про четверг поэтому спите пожалуйста такие мощные дела которые лоббирование ваших интересов на первую часть недели поставить четверг будет такой эмоционально сложный я вообще очень люблю четверги потому как они принадлежат планете юпитер но тем не менее вот этот четверг может выдавать какие-то препятствия с этим эмоциональные волны вот я тут споткнулся и вот вообще все плохо на самом деле но на самом деле все не так это просто такой день который так или иначе вот так нас настраивает я кстати подробнее об этом рассказываю каждый день на своем телеграм-канале рассказываю про то какой будет именно этот день поэтому если вы туда еще не подписаны то пожалуйста приходите я рада каждому ссылки все в описании данного эпизода что касается пятницы то все те дела которые вы не сделаете в четверг лучше ставьте на пятницу вот пятница благословлена на удачу знаете может так вести что под вечер вы даже разойдетесь и позволите себе лишнее но пожалуйста будьте с этим аккуратно потому как в субботу очень много указаний на то что может наше здоровье нас подвести поэтому если мы со стороны пищеварительной истории как-то не так поведем себя в пятницу то возможно суббота даст свои плоды вообще тема не очень хорошего самочувствия она распространится не только на субботу но и на воскресенье там луна переходит из водного знака в огненный и эту позицию мы ведической астрологии называем ганданта и в этот момент вы знаете могут быть головные боли либо обострение каких-то хронических заболеваний либо просто конфликтность какая-то да поэтому какие-то грандиозные планы на эти выходные я не рекомендую делать да то есть даже если у вас все будет нормально может ребенок там как-то захворать не дай бог ну и либо еще что то поэтому пусть будут это домашние какие-то планы домашние дела и тогда вам будет легче и качественнее прожить вот эти выходные приступим непосредственно краткому прогнозу для каждого астрологического знака здесь не будет слишком подробно подробно вы получаете в индивидуальных прогнозах которые я каждый месяц рассылаю своим подписчикам что здесь новенького у нас меркурий как я уже рассказала недавно поменял свое положение перешел в знак овен как раз соответственно как это отразится на овне на этой неделе это отразится таким образом что вы будете более деятельны вопросы связанные с бизнесом наконец-то начнутся решаться и знаете такая смекалка включилась вы успеваете и там и вы быстрее вы моложе вы эффективнее соответственно пожалуйста пользуйтесь этим на данной неделе это касается не только каких-то рабочих вопросов но и то что касается дома вы дома можете быть тоже очень смекалистым да повесить картину куда-то применить свои таланты таланты своих рук и своей головы что касается тельца то здесь примерно картина предыдущей недели сохраняется вы так немножко расслаблены да потому что вам везет но начинаете уже задумываться о том что вообще-то надо что-то как-то просчитать возможно что-то я упустил действительно может быть так можно где-то что-то потерять поэтому пожалуйста будьте повнимательнее близнецы близнецы также активны и также на них все держится как и на прошлой неделе и сейчас вот с точки зрения каких-то бизнес проектов и вообще в принципе рабочих проектов вам начинает наконец вести то есть ваша энергия она наконец оправдывается особенно если вы все делаете с умом и успеваете везде то есть успеть и там и там и там это сегодня вот про вас поспеть везде будьте вот такими немножко напористыми энергичными и неделя будет эффективным что касается рака то здесь и вы тоже можете проявить какую-то творческую историю на работе как-то вы подсобрались потому что прошлая неделя была несколько такая рассеянные рассеянные с улицы бассейны вот вы с этой улицы перешли на московский проспект очевидно сейчас все петербуржцы улыбнулись потому что это возможно с улицы бассейны перейти на московский проспект вы выходите в какой-то вот в рабочий режим и со своими креативными идеями можете их вложить и так далее да то есть личная жизнь особенно как-то не фигурирует но вот работа она уже становится более эффективной львы что у вас на этой неделе интересного тоже вы используете вот этот вот период в который вы можете принимать решение которое раньше не получалось каких-то долгосрочных проектах возможно вы планируете билеты покупаете куда-то на лето будете уезжать там что-то менять да может вообще в принципе обдумывайте какую-то стратегию неплохо бы обратиться к каким-то специалистам которые вы могут скоординировать да вот к астрологу например опять же на злобу дня да но это не обязательно может быть это какой-то финансовый аналитик или еще что-то помощь какое-то наставничество с точки зрения координации ваших действий последовательности структуре стратегии ваших действий пожалуйста обратите на это внимание что касается дев то здесь возможно вам предстоит принимать решение за каких-то других своих родственников или просто за других людей то есть как-то слишком много ответственности как будто бы ложится на ваши плечи и со стороны партнерства от вас требуется как-то вот много внимания усилий и так далее и со стороны там и руководства и работы ну то есть как-то очень много пытается в на вас громоздить будьте бдительны берегите себя пожалуйста дева на вас все держится куда мы без вас это самый интеллектуальный знак гороскопа весы весы продолжают романтическую волну подкреплять какими-то интеллектуальными выкладками да то есть посадить партнера на кухне и разобраться кто в конце концов выносит мусор я или теща самое время разобраться в вопросах партнерства также вы достаточно энергичны с точки зрения своих каких-то духовных практик можете туда привлечь своего партнера да то есть какое-то партнерское начинание можно на ретрит там съездить или на йога семинар вместе с партнером со своим либо на работе подружкам рассказать о каких-то интересных вещах с которыми вас соприкоснула ваша личная жизнь что касается скорпиона то здесь не исключено история с тем что надо проверить свое здоровье может быть сдать анализ какой-то или еще что-то также хорошо уделить внимание какой-то реструктуризации долга например или там решить вопрос с ипотекой как это выплатить там еще что-то да то есть вопросы долговые кредитные они сейчас могут быть максимально хитренько изменены да поэтому может быть есть смысл этим сейчас заняться можно также хитренько с кем-нибудь поссориться до выйти из каких-то отношений которые вас не устраивают и получить при этом чувство облегчения поэтому подумайте может быть уже пора стрелец стрелец включается творческим он может прям вот вы знаете удивить каким-то решением интуитивным и так далее также вопросы детей уважаемые стримцы нужно им уделить какое-то внимание что-то где-то возможно съехало ребенка по математике подтянуть помочь организовать какой-то праздник да то есть пожалуйста примите участие в судьбе десятки своего он этого ждет какого-то даже творческого возможного вмешательства ну в конце концов платье купить да либо новую обувь либо вот уже там вот сезон заканчивается соответственно можно на следующий купить что-то подешевле да то есть какое-то решение связано с десятками если дети так нет то есть какие-то проекты которые тоже нам как дети родные поэтому да уделите им внимание что касается козерога то здесь вопросы недвижимости могут решаться на данной неделе а дальше в апреле тем более то есть вы как-то как минимум задумываетесь от вопросов связаны либо с какой-то жилплощадью либо продажа либо покупка либо расширение что-то такое да то есть поэтому пожалуйста пользуйтесь пользуйтесь вы сейчас прям вот как-то хотите и видите решение а в середине апреля там еще и вклюсятся возможности транзитные будут поддерживать ваши возможности для решения вопросов связанных с недвижимостью водолей водолей из какого-то скованного и бесконечного труда и зарабатывания денег выходит на какую-то все-таки творческую волну и понимает что вот могу-ка я еще и вот так и так вот я еще могу то есть новые какие-то влияния дает меркурий из третьего дома водолею можете прям действительно не знаю там повязать вечером и тем самым подумать о чем-то да то есть вот работа руками вам может помочь скажем так сконцентрироваться короче говоря придет решение какого-то вопроса нужного да если вы будете руками работать поэтому добавляйте каких-то практик связанных с ручным трудом на этой неделе и у нас остались рыбы которые тоже наконец соберутся да и возможно все те движения которые были проведены на предыдущих неделях когда ваш знак особенно выделен наконец принесет результаты может быть даже прямо вещественно-материальное вполне это может быть в любом случае вы можете предпринять какие-то действия для того чтобы у вас денежек был побольше например объявить вот я вот это вот делаю приходите я вам сделаю да и люди придут и принесут вам реальные деньги пожалуйста пользуйтесь такой возможностью хорошей всем недели друзья мои спасибо вам большое что вы слушаете мой астро подкаст за что вы ставите вот эти вот пресловутые звезды на apple подкастах и лайки на яндекс музыки где бы вы меня не слушали спасибо вам большое мне будет еще особенно приятно если вы будете меня слушать телеграме каждый день потому что я каждое утро просыпаюсь и делаю прогноз для вас пожалуйста приобщайтесь к нашему такому дружному комьюнити которая там уже образовалась всем хорошего дня спасибо что послушали удачи вам друзья мои